Своих не бросаем. Акция с таким названием сегодня вечером прошла на Соборной площади. Ее инициировало региональное отделение боевого братства. Главная цель поддержать решение президента Владимира Путина – принять волю жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, желающих провести референдум о присоединении к России. Ветераны боевых действий, общественники, политики, студенты – все вместе и с единым посылом. Мы поддерживаем выбор тех, кто придет отдать свой голос за единение с Россией. Наш ульянский народ поддерживает нашего президента и поддерживает наших соседей, братский народ украинский. Я думаю, что и меня мои боевые братья поддержат. Враг будет разбит, победа будет. Я сегодня здесь для того, чтобы поддержать референдум, который проходится на Донбассе, я в освободенных территориях. Я полностью поддерживаю позицию, считаю правильно, что исконно русские земли возвращаются домой. Но я со своей стороны пришел по этому суда, для того, чтобы выразить свою позицию. На сцене жительница Луганской народной республики Анна Пальчик. Она выражает позицию своих соотечественников, в марте приехавших вместе с ней в Ульяновскую область из севера Донецка. Нам нравится в этом городе, нам очень сильно помогли в Ульяновске. И материально, и гуманитаркой. Спасибо большое городу Ульяновск. У нас город почти весь русскоязычный. Мы поэтому поддерживаем и рады будем референдуму, чтобы мы присоединились к России. Общественный совет Херсонской области, общественное движение Запорожья, Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам своих регионов с призывом провести референдум о вхождении в состав России в начале этой недели. На всех четырех территориях голосование пройдет одновременно и продлится пять дней. С 23 по 27 сентября. Гульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Ульяновск.